Вот что мы имеем на данный момент. Друзья, всем привет! Думаю, дай неожиданно запишу такое коротенькое видео. В общем сверлю титан. Точнее, тут приходится просто бурить. Делаю это без использования СОЖ. И вот я подумал почему-то, что вам такая информация, точнее кому-то из вас будет полезна. Потому что титан сверлить не так уж и просто. Смотрите, сверло на 12 миллиметров. Обороты видите какие? Ну я не знаю сколько здесь, 30-40 оборотов в минуту. Сверлю вот таким вот методом. Делаю подачу, приостанавливаюсь. То есть рывками заглубляюсь получается. При этом сверло уже довольно таки долго стоит. Я его не перетачивал. Первые разы, когда сверлил титан. Марка титана, кстати, в Т8. Так вот, первые разы, когда сверлил, я перетачивал каждые 5 сантиметров просверленного. И при том, что обороты тоже были маленькие. Дело в том, что титан имеет малую теплопроводность. И когда мы быстро сверлимся, не даем ему локально отвести тепло самому в себя, то это место очень сильно перегревается. Естественно, оно перегревает и сверло. И в итоге сверло благополучно сгорает. То есть реально на нем живого места нет. У меня доходило до того, что приходилось сантиметр сверла отпиливать, потому что и ленточки были убитые. И затачивать заново. Это нормальная практика в принципе. Ничего страшного. Решил поделиться, как я это буду делать. Дело в том, что надо всю эту болванку просверлить. Она около 200 миллиметров длиной. Так как ступицы я вам уже показывал, как делаю, уже есть на канале такое, то второй раз смысла нет. Время на них уйдет очень много и решил вот показать другую операцию отдельно, чтобы ее можно было найти в поиске. То есть это полезное образовательное видео. Вдруг кому-то поможет. Вот сейчас я сделал очистку от стружки, потому что большая глубина. И дальше заглубляюсь. Потом буду более крупным сверлом просверливать. И еще один нюанс. Если вы почувствовали, что уже плохо идет, то стружка уже не выходит из сверла. То есть по ленточкам. А накапливается внутри. Значит либо вы что-то делаете не так, либо просто материал такой. И нужно брать и менять сверло на более крупное. То есть рассверливать ступенчато. Кстати, вот посмотрите. Сверло в принципе не очень горячее. Вот здесь можно держать руками. Видно, что оно не синее. И в принципе я так думаю без всяких перезаточек просверлю. Второе. Больший диаметр. Оно в принципе на уголках синее. Но это ничего страшного. Оно еще не сгорело. Большие сверла тяжело перетачивать. Нет никакого желания. Зажимаем. Все. Процесс не идет, как мы видим. Ленточка убитая в том месте. Но я попробую сейчас уменьшить обороты. Естественно, так как сверло больше, надо уменьшить обороты. Я сейчас немножко неуклюже все делаю, потому что, друзья, одной рукой. Но тем не менее. Все. Слышно, что процесс пошел и ничего не пищит. Нет, все-таки пищит. Вот так идет процесс потихонечку. Точно также подаю, как и в случае с первым сверлом. Но оно уже подтуплено, уже немножко срывается. Надо поменьше просто подавать. Процесс идет довольно-таки неплохо. Ладно, раз не хочет хорошо сверлить, мы подточим сверло. Тем более многие у меня спрашивали, как я их затачиваю. Я в принципе готов вам это показать. При прошлом более скоростном сверлении я убил это сверло. Здесь ленточка нарушена. И надо отрезать кусок сверла, чтобы по-нормальному потом все заточить. Вот что мы имеем на данный момент. Сейчас буду затачивать. Магии здесь никакой нет, друзья. Примерно под вот таким углом. Кто-то говорит, для титана надо под 45 градусов. Я не знаю, что это изменит. Я думаю, особо это ничего не изменит в моем случае. Главное, что я отрезал кусок, где были убиты ленточки. То есть это вот эта часть. И теперь сверло не будет в этом месте закусывать и перегреваться. Потому что, еще раз повторяюсь, об титана перегревается очень-очень сильно. Самый главный совет в этом деле, который я вам могу дать, это сверлить сразу много сверл. То есть вы берете пачку, берете какой-нибудь образец, как бы вы хотели, чтобы получалось. Например, нового дорогущего остро заточенного качественного сверла. И можете скопировать эти углы, запомнить настоящим камнем. А затем берете и повторяете то же самое на всех остальных сверлах. Нужно стараться не перегревать. Как видим, я перегреваю сверло. Я в этом проблемы не вижу. Такое большое сверло надо очень долго обрабатывать, если мы хотим без перегрева. А так вот смотрите, уже вырисовывается у нас. Угол получается немножко больше, чем у эталонного сверла. Или меньше как, смотря откуда его считать. Вот. Вроде как стремимся к 45 градусам, как рекомендовали мне там в комментах. Далее пытаюсь немножко довести на алмази. Сам алмазный диск у меня кривой, поэтому приходится такие движения делать, иначе все шишками будет. Вот этот угол стараюсь сильно большим не делать. То есть он здесь достаточно большой, но на самой кромке я его... Я его немножечко уменьшил. Острая получается. Потому что если он сильно большой, он лучше внедряется в металл. Но у него... Но он острее и быстрее перегревается, быстрее разрушается режущая кромка. И вибрации еще к тому же могут быть. Потому что он внедряется быстрее, чем может срезать эту стружку. И сломаться может. Довел в общем до кондиции. Притупил немножко вот здесь с внутренней стороны. То есть здесь как бы угол у меня уже не такой, а вот такой получается. На малом промежутке. И вот этот угол у меня по стандарту... Не знаю, как-то говорят, чтобы 45 градусов он был. Ну я не знаю. Я вот делаю по сути как получится, друзья. Рука наработана. Ну как-то так сумбурно. Это мой опыт всего лишь, ребята. Вы просили показать, как я их затачиваю. Вот так я их и затачиваю. Всегда затачиваю огромной пачкой. Потому что сверле на пятом уже вырабатывается автоматизм. Руки как по рельсам ходят. Все получается ровно, одинаково. Но большие сверла как это. Это крупное сверло. Его скорее всего придется доводить до ума. При первых врезаниях можно смотреть, где там оно берет, где не берет. И подтачивать кромку, которая слишком сильно берет. Уравновешивать две кромки. Так что запоминайте, ребята, если вклинивает сверло, надо отрезать кусок сверла. Скорее всего убита ленточка. Погнали. Обороты маленькие. Надеюсь не опозориться. Бывают сверла очень слабые в этой части. И по-любому вибрируют от большой нагрузки, как их не затачивая. То есть если мы рассверливаем, нагрузка довольно-таки большая на кручение. Соответственно сверло вибрирует. Началась движуха. Все сверлит очень легко, ребята. Берет, похоже, одной кромкой. Это дело можно поправить, взять его вынуть и подточить эту самую кромку, чтобы второй тоже брало. Блин, так хорошо заточил. Не хочется затупить теперь его об титан. Надо бы сошь подавать. Но я сошь не подаю, друзья. Это чисто мой такой прикол. Делаю это неправильно. Сверлить обязательно сошь надо. Так и ленточки меньше убиваются. Нет перегрева сверла. Но не люблю я сошь. Еще не было ни одного случая, чтобы я не смог просверлить без сошь. Отрезаю сверло из-за убитой ленточки я где-то в пятый раз за всю жизнь. То есть не так часто они у меня убиваются. Процесс идет вот так. Идет вращение. Тут хоть так, хоть плавно, как-то сейчас нормально идет. Сверление подходит к финишу. Уже практически заглубил все сверло. Три замены было. То есть маленькое сверло, большое, маленькое, большое и вот опять маленькое. Все также сверлю вот такими рывковыми движениями. Связано это с малыми оборотами по всей видимости. Я подаю. Оно срезает слой и дальше подаю. Опять срезает слой. Так слой за слоем. Идет процесс. Если медленно как-то подавать, оно затирает что ли. Не знаю. У меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Раньше я часто снимал такие подобные видосы. Но вот сейчас что-то как-то боюсь что ли. Канал миллионник и вот такую простоту снимать, что-то такое обыденное, уже не хочется. Но попробовал. Посмотрим, что из этого получится. Жду в комментах вас. Играет маня. Играет маня. Решей трэц. Продолжение следует...